это урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока как создать резервную копию на хостинге резервную копию вашего сайта как зачем и для чего делать вообще резервную копию сайта а потом покажу варианты резервных копий резервная копия это копия полная копия вашего сайта которая делается в рабочем состоянии то есть когда сайтом все было хорошо до каких-то манипуляций с сайтом это может быть обновление движка обновление второстепенных расширений для джума или иные какие-то задачи для сайта которые могут в той или иной степени например повредить сайт во время теста да то есть если вы что-то тестируете внедряете какой-то код и делайте что-то с сайтом то что может по вашему мнению привести к его неработоспособности перед всеми какими-то важными манипуляциями всегда нужно делать резервную копию сайта делается для того если в последующих действиях что-то случится с сайтом сайт перестанет работать чтобы вы могли быстро откатить так сказать сайт до рабочего состояния из резервной копии которые вы сделали чуть ранее и и в этом видео из своего опыта я расскажу как надежно делать резервную копию сайта как я делаю резервную копию своих сайтов резервную копию сайта можно сделать несколькими путями обычно посмотрите на вашем хостинге некоторые хостинги автоматически делают регулярные резервные копии сайта это можно найти в ссы панели хостинга или узнать у технической поддержки вашего хостинга где можно скачать на компьютер резервную копию сайта там за разные даты некоторые хостинги автоматически это не делают это надо включить в самом хостинге сразу скажу все сторонние методы резервной копии которые вы сами не делаете для вашего сайта я не считаю их безопасными то есть не доверяем у меня были случаи когда резервной копии сайта были биты сделаны хостингом при восстановлении из этой резервной копии сайта сайт не восстановился должным образом потому что сама резервная копия была сломана после этого я уже на так сказать навсегда зарекся делать резервную копию самостоятельно то есть вы также через хостинг можете сделать резервную копию сайта руками и это будет самый надежный вариант сейчас я рассмотрим этот вариант следующее многие любят использовать сторонние расширения для джума популярная есть там вариант который удобно вроде как делает резервную копию сайта я тоже не сторонник этого так как это все устанавливается вот это программное обеспечение на ваш сайт это все дополнительная нагрузка зачем нагружать сайт какое бы расширение хорошие не было вот именно для резервного копирования когда вы все можете сделать сторонние вот я больше сторонник так сказать сторонних решений касаемо резервной копии можно сделать отдельно на хостинге лучше так и делать не надо нагружать сайт какими-то дополнительными компонентами но тут дело возможно привычки и дело того что вот если человеку нравится многие используют это расширение для джума для резервного копирования и мы пользуются я это не люблю поэтому буду показывать именно самые надежные варианты резервного копирования как часто нужно делать резервное копирование если вы создали уже сайт у вас все готово и вы просто его ведете ведете блок отвечаете на комментарии на сайте ничего каких-то каких-то вот серьезных действий сайтом не происходит прилетает только обновление да то есть от джума от сторонних расширений вы можете выбрать время желательно в идеале конечно обновляться сразу как только обновление прилетят особенно когда прилетают обновление самого движка джума потому что в обновлениях разработчики исправляют ошибки движка закрывают дыры и так далее но даже я не использую не обновляю сайт так часто я обновляю сайт например раз в три месяца или раз в полгода за это время много обновлений расширений которые я использую на своем сайте обновились сам движок обновился вот как раз таки раз полгода я захожу например в родминку сайта делаю резервную копию сайта и после этого обновляюсь и так много-много лет этим занимаюсь и у меня все стабильно ничего не ломается у меня страховка резервную копии сайта резервную копию нужно хранить на компьютере не надо йог то есть резервировать сайт и оставлять на хостинге надо скачать то есть файлы сайта папки и второй backup это база mysql ее тоже обязательно резервируем скачиваем на компьютер создаем прям папку на компьютера называем дату бэкапа вам поверьте это будет удобно вы забудете а если у вас папки будет несколько бэкапов вы будете видеть по датам когда был бэкап сделан потому что надо нужен более ранний бэкап иногда нужен более поздний быка теперь про бэкап с хостинга я всегда делаю так смотрите менеджер файлов у вас тоже скорее всего если у вас хостинг отличается тоже будет менеджер файлов находите ваш сайт вот мой домен этот способ подходит пока сайт молодой то есть маленький объем в мегабайтах то есть вы только что развернули сайт ему всего несколько месяцев сайт разрастается по мере наполнения сайта блога интернет-магазина то есть эта фотография файлы и так далее и вот пока сайт маленький вот этот способ подойдет именно из менеджера файлов сделать бэкап чтобы выкачать быстро и удобно сайт нужно сначала весь сайт заархивировать я его просто кликаю по нижнему файлу зажимая shift на клавиатуре клику по верхней папке вот так вот выделив все папки сайта и здесь я нахожу кнопку сжать здесь я выбираю архив zip и нажимаю вот на эту кнопку компресс файл сейчас этого делать не буду после нажатия на эту кнопку нужно подождать архив соберется и архив будет находиться прямо здесь среди папок сайта этот архив надо будет скачать то есть например архив вот собрался вы его вот так же выделяете и здесь будет кнопка загрузить нажимаете загрузить и скачивайте архив на компьютер это будет быстро быстрый простой вариант базу данных выкачим всегда одинаково какой бы она большой не было это делается здесь вы переходите в php my админ находите кликайте по вашей базе если у вас их несколько нажимаете дальше экспорт ставить точку обычный нажимаете вперед таким образом появляется окно и вы скачиваете по сути вот она есть резервная копия база данных от вашего сайта на компьютер все с базы данных здесь все я всегда так делаю это отличный способ резервной копии базы данных других вариантов я не знаю а вот что касается файлов и папок сайта давайте дальше продолжим разговор то есть когда сайт разросся это может быть 500 мегабайт вес вашего сайта почему вот этот вариант может не подойти когда сайт слишком большой я уже просто с этим сталкивался хостинг выдает ошибку когда вы резервную копию создаете именно архивируйте такой большой сайт хостинг не справляется и вот этот способ уже не подходит здесь мы можем прибегнуть к сторонним программам я привык пользоваться бесплатной программы для windows это файл зила скачать и можете с официального сайта бесплатно или аналогичными программами например total commander тоже бесплатная программа здесь необходимо вам знать данные авторизации от ftp эти данные обычно приходят к вам на почту когда вы регистрируете хостинг если вы это позабыли уточните эти данные ftp у технической поддержки вашего хостера вам нужны будут данные хост имя пользователя и пароль прописав все данные нажимаете быстрое соединение в этом окне вы будете видеть процесс подключение к хостингу и так далее как только все подключится если вы все правильно внесли данные авторизации по в теперь здесь предупреждение в этом окне не будет и вот в этом окне вы увидите все папки вашего сайта увидите все папки структуру на хостинге находите свой домен вот в этом окне вы находите ваш компьютер папку куда вы хотите поместить резервную копию на компьютере и просто вот эту вот папку то есть ваш домен по сути с вашим сайтом зацепляете левой кнопкой мыши вот так вот и переносите например в папку на компьютер и отпускайте мышь вот в этом окне побежит процесс дело в том что этот процесс резервно копирования самый медленный но самый надежный потому что программа просчитывает каждый файл если бы это был архив архив бы быстро перенесся дело в том что возможно здесь и можно за архивировать если даже кто знает подскажите в комментариях дело в том что хостинг не справляется например не может запаковать большой сайт а файл зила вот отсюда с этого окна может ли она запаковать в zip архив сайт если да тогда это будет скажем быстро архив запаковали также перенесли его сюда но дело в том что я сколько не смотрел я не нашел как опаковать в архив через файл зил поэтому я переношу весь сайт поштучно то есть каждый файл просчитывается файлов там очень много и поэтому обычно это я делу фоновом режиме то есть мой сайт например весит гигабайт и это будет долго переноситься то есть файлы переносится вы программу можете свернуть и заниматься другими задачами или даже уйти и прийти когда все готово то есть вот здесь будет написан тоже список каталогов извлечен никакие процессы тут бежать не будут строчки разные вот снизу обычно это видно прям побегут всякие строчки что этот файл перенес этот перенес и так далее когда все то есть весь список каталогов будет извлечен программу можно закрывать backup завершился вот здесь надо еще тоже обращать внимание файлов задания и не неудавшейся передачи это кнопки по которым можно переключиться то есть здесь будет показано успешные передачи здесь не неудачные иногда здесь бывают файлы которые попадают из кэша нужно прям смотреть путь если из кэша что-то не придалось это не страшно не обязательно их передавать просто по каким-то причинам был сбой в интернете или еще что-то важные файлы сайта могли не передастся тогда их отдельно надо будет выкачать из бэкапа еще раз через файл зил но эта программа же файл зил она имеет переподключаться когда происходит разрыв соединения через заданное время самим сервером или проблемы с интернетом переподключается автоматический файл зила пока весь процесс в задании не будет выполнен то есть в этом плане все хорошо да признаю этот способ неудобный долгий но это самый надежный вариант если файлы сделай все-таки можно создать резервную копию сайта отсюда то есть вот прям отсюда создать архив и перенести тогда это будет идеальный вариант надеюсь архив будет не битый и файл зил хорошо справляется с большими сайтами от гигабайт и больше просто представьте у вас сайт 10 лет уже например ему есть времени за 10 лет представляете сколько он оброс там статьями чем всякими не знаю материалами он может весь 10 гигабайт и больше вот как такой сайт архивировать справится ли файл зил я не знаю и резервной копии наверное там уже нужно делать как то по другому потому что 10 гигабайт сайт выкачивать он у вас будет месяц выкачиваться скорее всего здесь уже надо доверять будет серверу потому что скорее все большой сайт с высокой посещаемости с высокой нагрузкой и там уже на сервере скорее всего будет свой алгоритм резервного копирования и наверное придется ему там довериться этому вот процессу потому что вы не сможете сделать резервную копию вас это будет недели недели будет выкачиваться сайт мы же сейчас говорим о сайтах небольших или которые ведутся недолго еще до год-два за два года там если вы туда не закидывается тяжелые файлы видео файлы прямо на хостинг и аудио файлы прямо на хостинг да тогда конечно он большим не будет а если вы будете закидывать туда такие файлы часто то он и за месяц будет у вас весит 10 гигабайт такой сайт в общем вот я максимально подробно постарался разложить именно процесс бэкапа зачем он нужен когда его нужно делать и почему это важно увидимся в следующем видео и и и и